В Армении одобрили законопроект о ратификации римского статута. Соответствующее решение было принято комиссией армянского парламента по государственно-правовым вопросам. Все присутствующие проголосовали за принятие документа. Тем временем оппозиция изначально отказалась от участия в голосовании. Решение Еревана присоединиться к римскому статуту Международного уголовного суда критикуют в России. Москва называет действия армянской стороны неприемлемыми для союзнических отношений, ведь Международный уголовный суд в марте этого года выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Официальные лица Армении неоднократно заявляли, что страна намерена принять римский статут без каких-либо поправок, но сейчас риторика армянских властей изменилась. Действующие главы государства обладают иммунитетом. Нашим российским партнерам были предложены решения. Они подразумевают подписание двустороннего соглашения. Этот документ позволил бы создать определенные гарантии, чтобы развеять опасения, которые могут возникнуть у некоторых государств-партнеров. Почему в России так остро реагируют на ратификацию римского статута, я не могу понять. У членов римского статута, которые признают Международный уголовный суд, есть обязательство исполнять решения, принятые этой структурой. Ордер на арест Владимира Путина не может быть исключением. Армения в случае приезда в страну российского лидера должна будет арестовать его и передать Международный суд. К слову, в армянском обществе звучат все больше призывов разорвать отношения с Москвой. «России следует убрать свои лапы из Армении и сделать это как можно быстрее. Это самое главное для нас». Мы должны выйти из ОДКБ и избавиться от России раз и навсегда. «В первую очередь наш народ должен пересмотреть свое отношение к соседним странам. Наше руководство думает лишь о своем благополучии. Всех руководителей Армении, начиная с первого президента, нужно посадить в тюрьму. Кроме того, нужно разобраться с Россией. Мы так надеялись на Россию, но она нас предала. Что нам нужно делать? Гнать Россию из Армении. Наш народ пребывает спячь и не понимает, какой вред приносит Москва. Ничего российского в стране не нужно оставлять. А Пашиняна следует хорошенько побить и прогнать вон». Антироссийские высказывания в последнее время звучат в том числе из уст официальных лиц Армении. Ранее премьер-министр Никол Пашинян назвал ошибкой зависимость от России в сфере безопасности. Он также неоднократно подвергал критике деятельность ОДКБ. В январе этого года армянские власти отказались от проведения учений военной организации на своей территории. А в сентябре отозвали своего постпреда ОДКБ. При этом чуть позже Армения и США провели совместные военные учения.